Начнем выпуск с трагедии на Ударе. Там в центре села Йодва найдено тело 14-летней девочки, причем со следами, характерными как при нападении дикого животного. А вот какого именно пока загадка. Предположение, что это медведь, в интервью нашему каналу сделал руководитель местной администрации Николай Онищик, который сам находится на месте. А вот в Минприроды считают, что все признаки указывают на волка. С утра мой подписан приказ о регулировании численности волка в размере 10 особей и отдельный приказ о регулировании численности медведя 3 особи. Дело в том, что об активности медведей заявлялись еще в июне месяце. Тогда был тоже принят приказ, отстрелять их не удалось. Тем не менее, приняли решение в том числе издать приказ по медведям. Сейчас на месте работает наш Минприроды охотный инспектор с двумя охотниками. Кроме того, по моему приказанию, с утра выехал на место начальник охоты управления министерства. Пикантности ситуации придает тот факт, что подросток в момент ЧП находился на улице 1, а сам момент борьбы никто из местных жителей не видел. Предварительный сценарий был такой. Девочка спросила разрешение родителей на поход в магазин, он работает до 11 вечера, а на обратном пути она побывала на железнодорожной станции. Местным известно о наличии несанкционированной свалки между станцией и поселком. Считается, что она давно привлекает хищников. Сейчас приглашал двух опытных охотников, одного Коми по национальности, он всю жизнь охотится, Политов Владимир Михайлович, бывший старший прапорщик, и Чувилин Олег Игоревич, это начальник охоты общества у нас тут. И мы вот обошли, ну они опытные, нашли след медведя. И место, где он напал на девочку, тут рядом возле мусорки, 5 метров. И вот в это время она вот тут, место как раз узкое, там очень большая лужа, она обходила по краюшку. И в это время на нее наскочил медведь. А медведь, наверное, шел до мусорки. Это где-то время не было, 23, 45, 23, 50. Потому что отец уже звонил без 5, без 10, 11, уже телефон ее не отвечал. Вот мы сейчас ходили, вот буквально сейчас это проделили след. Тут же думали, что волки напали. Нет, совсем другой. Действительно, характер травм и всего остального говорит на то, что это сделал. Ну это по всем признакам мурашка едет. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность должностных лиц». Силовики намерены выяснить, какие меры принимались органами власти, чтобы не допустить трагедии. В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоправления по обеспечению безопасности жителей поселка и должностных лиц, на которых возможно принятие решений о регулировании численности волков. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается. Пока следствие склоняется к тому, что напал на ребенка все-таки волк, между тем и косолапых вокруг поселения Йодва, где располагается бывшая зона, ходит немало. 5-6 точно, уверяют местные жители. Да еще с медвежатами. Но до сих пор хищники не были замечены в нападении на людей. Фактически это первый такой случай на ударе. Завтра наша съемочная группа побывает на месте. Субтитры создавал DimaTorzok